шалом сегодня мы с вами хотим продолжить изучение библейских заветов сегодня мы рассмотрим с вами последний завет в нашей серии наши сессиях новый завет и сама фраза новый завет мы первый раз находим ее в писании на страницах книги пророка иеремии это слово на иврити брит это тоже самое слово завет брит на иврите который упоминается как когда бог заключил завет с авраамом когда бог заключил завет с евреями у горы синаи когда бог заключил завет с давидом то То же самое слово «брит» упоминается в книге пророка Иеремия, как я сказал, в 31 главе. Пророк Иеремия служил Господу до и во время Вавилонского пленения в Южном царстве Иуда. Через этого пророка Бог обличал израильский народ в их непослушании, в их идолопоклонстве. Но в то же самое время Он говорил им, чтобы они оставили идолопоклонство и вернулись в условия завета с ним. И Бог говорит, что если они не будут соблюдать условия завета, Он начнет наказывать их. Но в то же самое время книга пророка Иеремия содержит уникальные обетования также о восстановлении Израиля. И данная фраза «Новый завет» находится в книге Иеремия, 31 глава. Давайте с вами обратимся к книге Иеремия, 31 глава. 31 по 34 стихи. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, из дома Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. «Но вот завет, который я заключу с домом Израиля, после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь. «Потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомяну более». В этом отрывке, который мы с вами прочитали, Господь обещает установить новый завет между ним и между Израилем, и Он напоминает о неверии и о неверности израильтян тому завету, который был заключен около горы Синай. Давайте более детально посмотрим в те обетования, которые Господь говорит в этом отрывке. Господь говорит, «Я вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Господь обещает вложить свое слово, свой закон во внутренность человека, в саму сущность человека. И как ранее Господь дал свои заповеди через Моисея на каменных притах, на каменных стрижарах, здесь Бог обещает написать свое слово, свою волю на внутренности человека. И когда Бог это сделает, на самом деле это повлияет полностью на личность человека, на то, как человек мыслит, на то, как человек ведет себя. И так человек относится к Богу. Второе, Он говорит, «Я буду им Богом, и они будут моим народом». То есть это было изначальное видение Божье для еврейского народа, для Израиля. Бог говорил еще Аврааму, что «Твои потомки, они будут моим народом, и я буду их Богом». То, что Бог говорит здесь, настанет день, когда евреи уже больше не будут блуждать или скитаться в поисках своего призвания. Настанет день, когда они познают Бога и узнают Божью волю для их жизни. Он продолжает, «Все сами будут знать Меня». Другими словами, Бог обещает, что еврейский народ, каждый человек в еврейском народе будет знать Бога лично. На языке Писания слово «знать» характеризует личные и интимные взаимоотношения между людьми, также между Господом и Его народом. И Он говорит, что однажды никто уже не должен будет учить израильтян, потому что они сами будут ходить в правильных взаимоотношениях с собой, раскрывая Мой план для их жизни. Он продолжает, «Я прощу беззаконие их». Бог говорит, что наступит тот день, когда «Я прощу грехи своего народа». Согласно книге Левит, 17 главы, 11 стиха, Бог говорит, что без пролития крови нет прощения. Другими словами, что мы видим в этих стихах? Бог говорит, «Я прощу грехи ваши». Другими словами, «То, как я заповедовал через Моисея, что прощение будет через кровь животных, жертвенних, я сам прощу вас через кровь этой жертвы за ваши грехи». Он говорит, «Грехов уже не вспомяну более». Другими словами, когда Бог прощает, Он и забывает. Это просто картина нового начала для израильского народа. Какие невероятные обещания. И что самое интересное, Бог является сам инициатором этого Нового Завета. Он говорит, «Я заключу этот Новый Завет». И слова Ишуа, Господа, о Новом Завете можно найти в Евангелии от Матфея, когда он и его ученики, они сели разделять пасхальную трапезу. И эта пасхальная трапеза, она состоит из многих символических элементов. Люди, которые сидят на пасхальной трапезе, они пьют четыре раза вино, они едят мацу, пресный хлеб. И эти слова, я хотел бы также, чтобы мы обратили внимание на них, которые находятся в книге Евангелия от Матфея, 26 глава, с 26 по 28 стих. «И когда они ели, Ишуа взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, это есть тело мое». И взял чашу и, благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемое восставление грехов». Другими словами, когда ученики праздновали Песах, Песах – это праздник свободы, это праздник, который напоминает евреям о том, что сделал Господь, как Он вывел еврейский народ из египетского рабства. Но в то же самое время Песах, Он также является и пророческим праздником, который пророчески указывает на более мощное избавление от рабства греха. И Ишуа Мессия, Он использует это время этого Песаха, время, когда Он разделяет пасхальную трапезу со своими учениками, для того, чтобы донести до них смысл и идею Божьего Нового Завета со своим народом Израилем. И Ишуа Мессия, Он выбирает элементы из пасхальной трапезы, такие как хлеб и вино, для того, чтобы донести до своих учеников очень важное послание. Он говорит, «Возьмите хлеб, примите, идите, это есть тело мое». Другими словами, Он говорит, «Скоро, еще недолго ждать, когда мое тело, оно будет принесено в жертву для вас, за вас». Он говорит, «Пейте вино». Он говорит, «Это есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемое восставление грехов». Другими словами, Он говорит, «Скоро моя кровь будет пролита для того, чтобы вы были избавлены, для того, чтобы вы были прощены, для того, чтобы вы обрели свободу». Вот что Он говорит. И мы с вами знаем, что Ишуа Мессия, Агнец Божий, Он выбрал эти элементы для того, чтобы донести это послание. И так же, как Заветы Божьи с Авраамом, Божий Завет у горы Синаи с евреями, были заключены с принесением жертвенных животных, то же самое и Новый Завет. Он был заключен в крови, в смерти на кресте Сына Божьего, еврейского Мессии Ишуа, для того, чтобы Бог примирил с собой еврейский народ, израильский народ. Новый Завет начался после крестной смерти, воскресения и вознесения Ишуа. Большинство евреев в того времени, они не уверовали в то, что Ишуа, Он является Мессией. Но так же были и есть евреи, которые распознали и увидели в Ишуа своего Мессию. Апостол Павел, он являлся одним из таких евреев, которые уверовали в Ишуа. Послушайте, что он говорит в книге послания Римлян в 9 главе, стихи в 6 и 7. «Не то, чтобы Божье Слово не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исаки наречется тебе имя». Другими словами, апостол Павел говорит, что евреи, наследники Авраама, они составляют израильский народ. Но Павел говорит, что в этом Израиле есть также другой Израиль, есть настоящий духовный Израиль, который примирился с Богом, тот Израиль, который ходит за Богом. Он говорит здесь о мессианских евреях, люди, которые родились евреями по национальности, но в то же самое время они родились также от Божьего Духа. В 11 главе послания римлянам Павел называет их остатком. Давайте посмотрим на его слова в книге римлянов, 11 глава, 5-7 стих. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль, чего искал, того не получил? Избранные же получили, а прочие ожесточились». Павел говорит то, что Бог сохранил в своей благодати верующих в его сына Ишуа, и Павел, он был частью этого остатка. Другими словами, мессианские евреи в Израиле, они являются также доказательством того, что Бог, он верен своим обетованием израильскому народу. Бог спасает. Павел называет этих мессианских евреев в книге Галатов, в 6 главе, он говорит «Мир, милость и Израилю Божьему». Он говорит тому Израилю, который ходит за Богом. 2000 лет назад Бог заключил новый завет с домом Израиля в крови своего сына Ишуа, так, как он обещал это в книге пророка Иеремия в 31 главе. Позднее эти первые верующие в Ишуа, они взяли это послание о примирении с Богом, которое возможно в его сыне Ишуа, и они вынесли это за пределы Израиля в то время. И книга «Деяния апостолов» говорит нам о том, что Слово Божие и Евангелие, оно вышло за пределы Израиля, и многие люди с других национальностей, они пришли к познанию Бога Израиля. Другими словами, мы видим, что этот новый завет, он не ограничен только рамками израильского народа. Он также подразумевает в себе и несет в себе смысл того, что сейчас все человечество, каждое представительство каждого, каждой страны, каждой национальности, они приглашены к взаимоотношениям завета с Богом Израилем, которые стали доступны в крови его сына Ишуа. Когда большая часть евреев отторгнула Ишуа как своего Мессия, двери Евангелия распахнулись для других народов. Бог использовал неверие своего народа для того, чтобы спасти другие народы, для того, чтобы привести другие народы к познанию того, кто он на самом деле есть. Но даже то, что большинство евреев во времена первых апостолов не уверовало в Ишуа, это никак не отменяет ни Божьи призвания, ни Божьи дары для еврейского народа. Давайте посмотрим, что Павел сказал о спасении Израиля как нации в целом в книге послания римлян в 11 главе. Давайте обратимся к 25 по 27 стихе. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении, от тани этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется. Как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Якова, и вот завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Другими словами, Павел говорит, что придет день, когда Бог непременно обратит сердца неверующих евреев в себе. Бог использовал ожесточение еврейского народа по отношению к себе, по отношению к Евангелию, для того, чтобы помочь другим нациям прийти в его царство, войти в его царство. И сейчас Божья благодать, она изливается по всему миру. Представители многих народов, они заходят в царство Божие. Люди приходят к познанию Бога Авраама и Цхака и Якова. Люди возвращаются к Богу, к своему Творцу на основании искупительной работы Сына Божьего, Мессии Израиля Ишуа. Но это не будет продолжаться до конца. Придет тот день, когда волна этого спасения, она настигнет Израиль, и Израиль спасется как нация. Другими словами, это Евангелие Царства, о котором говорил Ишуа в 24 главе Матфея, 12-м стихе. Оно обходит эту землю. Каждой стране предоставлен выбор зайти в царство, жить по принципам царства, по слову царства, и когда эта волна пройдет через эти народы, Бог полностью обратит сердца еврейского народа к себе. То спасение, которое началось во времена первых апостолов, во времена апостола Павла, завершится в полноте, когда Сын Божий вернется. Тогда Израиль, как народ, будет полностью всем сердцем служить Богу, зайдет в основание нового завета в полноте. Бог будет иметь народ по сердцу своему. Уникальное обетование. Мы с вами рассмотрели четыре завета. Мы увидели с вами то, что Бог открывается через эти заветы, как тот, кто заключает заветы, это тот, кто хранит эти заветы. Мы должны доверять Ему, потому что все, что Он делает, Он делает это также и для нашей пользы. Он верный Бог. Это Бог, который призвал каждого из нас. Это Бог, который заключил с каждым из нас Новым Заветом. Я надеюсь, что эти встречи были большим благословением для вас. Спасибо. Вели и Троуд. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis.media.tv Иешуа, а также перед собой цель